Боже, милости, будь мне грешным. Создав ими, Господи, и помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи, прости меня, грешного, и помилуй. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Аллилуйя! Милости Твоей, Господи, полна земля. Благодарим Тебя, Господи, за прошедшую ночь. Ты дал человеку жизнь, дабы он направил ее к Господу, ибо все временное, все минутное и быстро исчезающее. И с чем мы предстанем на суд Божий, Господи? Ты позволил нам опуститься в эту Клоаку, в эту тьму и бездну, где прелюбодеяние, блуд, безумие, чтобы возвестить людям радостную весть спасения. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебя, наш Господь! Ибо нет иного Бога, кроме Тебя. Аллилуйя! Прости нас, Господи, и помилуй, что нарушаем заповеди Твои святые. Господи, благослови эти души, которые не знают Тебя и не имеют страха пред Тобою. Дай им время для покаяния. Спаси нас, Христе Божий наш! Слава Тебе! Ибо Слово Твое говорит, стань спящий, воскресни из мертвых и осветить Тебя, Христос! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебя, наш Господь! Время пришло Господу действовать. Закон Твои разорили. Боже, будь милостив ко мне, грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня, грешного, и помилуй. Сон человека предвещает смерть. Как спящему встать с постели, так мертвому воскреснуть из земли. Ибо Слово Божие говорит, что при последней трубе Архангела мертвые воскреснут пред Господом и встанут на суть Божий. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Единый вечный Господь, и иного нет. Хвала Тебе, Господи! Пошли добрых проповедников, миссионеров к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, буддистам, дабы все познали любовь Твою. Ибо время коротко. Закон Твой разорили. Время Господу действовать. Ты знаешь, Господи, наше состояние, как далеко мы ушли от Тебя. Помилуй и возврати блудных детей, приготовь их к великому посту. Аллилуйя! Господи Боже наш, хвала Тебя! Боже всемогущий, дивный, слава Тебе! Благодарим Тебя, Господи, за все Твои милости и щедроты, явленные в это время. Хвала Тебя, наш Иисус! Благослови нас, возвестить великую истину, и в этом темном месте зла и порока. Потому что приходят люди сюда для прелюбодеяния, для лживого знакомства, для погубления своей души. Наркомания, пьянство, сквернословие – все сконцентрировалось в этой яме. Освяти ее светом Евангелие, коснись сердца людей, покажи им они смертное, и время близко прицать на суд Божий, когда за каждое в жизни мгновение, за каждый потерянный час, за мысли, слова и движения ответа потребуют нас. Какое дадим оправдание, что, скажем, защиту свою, найдется ли для нас сострадание, найдется ли место в раю? Ты говоришь, горе смеющимся ныне, горе, ибо вас плачете и возрыдаете. Близко Господь, земля сотрясется, и загорится небо и земля. И эта прежняя жизнь, как бы не бывшая, окажется. Господи, прости нас. Господи, пощади наследие Твое. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Аллилуйя. Благодарим Тебя, наш Господь, за все Твои милости и щедроты, за Твое терпение и долготерпение. Аллилуйя. Помилуй, Господи, помилуй наследие Твое. Хвала Тебе. И в этот ночной час коснись сердца людей, которые не знают Тебя. Ибо в этом месте собралось все прелюбодеяние, блуд, безумство, сквернословие, бесстыдство. Освятил в чем Евангелие это место. Ты показываешь этих людей, Господи, которые друг друга не видят. И все они пьют и едят, и Тебя не славят. А суд Божий при дверях. С чем мы предстанем перед Тобою, Господи, великие и страшные судья, сотворившие небо, землю и все, что есть. Ты побудил нас прийти в это место порока, в эту тьму, чтобы свет Евангелия проник сюда. Слава Тебе. Хвала Тебе за Слово Твое, которое принесли нам святые апостолы, Дух Святой. Аллилуйя. Прости, Господи, и помилуй. Псалом девяносто первый. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний. Возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи. На десятиструнном и псалтыре с песней на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои. Человек несмысленный не знает и невежда не разумеет того. Тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок вовеки. Ибо вот враги Твои, Господи, вот враги Твои гибнут и рассыпаются все делающие беззаконие. А мой рог Ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим елеем. И око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Праведник светет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они светут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Нет иного Бога, кроме Тебя. Хвала Тебя, милосердный Создатель! Слава Тебе! Благодарю Тебя, мой Господь, за это раннее утро, за эту возможность свидетельствовать о любви Твоей безмерной. О, Иисус, слава Тебе! За жертву Твою Голговскую, что Ты умер за каждого из нас и ждешь с покаянием человека. Сатана раздел людей. Люди не знают Тебя и собрались здесь для блуда, разврата, для пьянства и наркомании. Отсвети их сердца любовью Твоей, Господь наш, Христос, слава Тебе! Пощади этих людей, которые не думают о смерти, которые родились как животные и ничего не знают, до чего они живут. Откроем истину Твою, Слово Евангелие! Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Ибо не послал Бог Сына Своего судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Хвала Тебе! Ибо всякий, делающий правду, идет к свету, дабы явно были дела Его. Делающий злое не идет к свету, чтобы не обличились дела Его. Суд при дверях. А люди не знают Тебя и не ожидают. Они собрались здесь для прелюбодеяния, блуда, безумства, сквернословия, табакокурения и наркомании, лжи и богохульства. Слава Тебе, Господи, за Твою только терпение. Не дай им погибнуть. Откроем истину Твою, Господи. Возвести о любви Твоей. Хвала Тебя за Святую Библию, в которой Ты все нам осветил. Ты говоришь, что при последней тубе архангела мертвые восстанут нетленными. И церковь будет вознесена к Тебе навстречу. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Явится наш Господь Спаситель и сорвет все маски. И люди не видят, кто не есть. И это кривляние кончится. За каждое движение человек ответит на суде Божьем после смерти. Верующие в Бога, верующие в искупительную жертву Иисуса Христа будут с Ним в царстве увлековать. А нечестивые грешники, прелюбодеи, развратники будут брошены в озеро огненное, где серый горит и черный умирает. Его полистон будет вековечным и бесконечным. Господи, милостивый, помилуй народ Твой, да еще время мирное. Мы умоляем Тебя, Владыка, сотворивший небо, землю и все, что есть, покоривший человеку всякую тварь. Ты говоришь, что дни кончаются. И с чем мы предстанем перед Тобою? Смерть недалеко от каждого из нас. Люди погибают и дома, и на работе, и в пути. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Псалом 92. Господь царствует. Он облещен величием. Облещен Господь могуществу и припоясан. Потому вселенная тверда, не поколеблется. Престол Твой утвержден искренней. Ты от века. Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос свой. Возвышают реки волны свои. Но паще шума, вот многих сильных волн морских, силен вышних Господь. Откровения Твои, несомненно, верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни. Аллилуйя. Господи, Боже наш, Ты позволил нам опуститься в эту бездну греха и тьмы, где не проникает свет Евангелия, где люди собираются для разврата, раздетые, бесстыжие. Откроем глаза на эту бездну, куда столкнул их сатана. Наркомания, табакокурение, злохуление, сквернословие. Все в одном месте собралось. Господи, проруби эту тьму. Пошли благовестников, которые принесли бы свет Евангелия. Пошли к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И всем расскажи о великой жертве Твоей, о Сын Божий. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе. Хвала Тебе, наш Господь. Слава Тебе, милосердный Создатель. Кроме Тебя нет иного Бога, столь любящего создание Своё. Аллилуйя. Прости нас, Господи, и помилуй. И возвести истину, что близко пришествие Твое. И с чем люди предстанут пред Тобою. Как пишет Давид, когда я не разумел закона Твоего, я был как скот пред Тобою. Да коли не вошел во святилище. Да коли, Господи, Ты не показал, что ожидает человека впереди после смерти. Не знающий Тебя, не верующий в Сына Твоего, Иисуса Христа, в Его пришествие, будет брошен туда, где вопли стон и скрежет зубов. Пощади нас, Владыка, и помилуй. Прости и помилуй, Владыка, и правители. Обрати их на путь покаяния. Дай им страх Твой, Святой, дабы мудро управляли страною. Господи, открой им истину евангельскую. Коснись их сердец, дабы издавали мудрые законы и устроили достойную жизнь людям, дабы было еще уделять нуждающимся. И сохрани их от покушения на них. Коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена и Амана. И через них возвести слово истины погибающему миру. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус Христос распят за каждого человека. И жертву Его достаточно, чтобы тысячи вселенных спасти верой в Него. Верующий в Сына Божий иметь жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Время близко. Мировая история заканчивается. И загорится небо и земля, и третий час человечества исчезнет в этом пламени. И будет один правитель над всем миром со столицей в Иерусалиме. И это владычество продлится 42 месяца или 3,5 года, когда нельзя будет ни продать, ни купить, кроме тех, кто будет иметь начертания. Имя зверя 666. Прости нас, Господи. И когда Слово Божие открыло эту истину, и люди забыли. Люди увлеклись похотью животною. Прелюбодеяние, разврат, погубили все. Пьянство, табакокурение. Бесстыдство и злухуление опутали землю. И люди не знают Тебя, Господи. Дай им страх Твой, Святой, что суд при дверях. Ищи им предстану. Ты говоришь, горе смеющимся ныне, горе. Ибо вас плачете и возрыдаете. Близок, Господь, к сокрушенным сердцам. И когда Господь явит лик свой, содрогнутся горы и бездны и моря. И закончится мировая история. С чем предстанут люди, как скопища диких зверей кидаются друг на друга по всему миру? Прости нас, Господи. Прости, Владыка. И найди души, которые могли бы пойти и засвидетельствовать людям о скором Твоем пришествии. О, Господь Христос, слава Тебе. И все лживые и хульные уста закроются. Воплит стон будет стоять по всей вселенной. Суд при дверях Твой, Господи. Дай людям понять это. И пошли добрых свидетелей к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И всех привлеки любовью Твоею, Господи. Что Ты из-за них умер заблудших, обманутых, не знающих Тебя. Живущих, как скот, в безумии, в блуде, разврате. В этой яме, Господи. Люди, как черви ворочаются голые. Прости, помилуй нас, Господи. Коснись сердец людей, не знающих Тебя. Милости Твоей, Господи, полна земля. Псалом 93. Божие отмщение, Господи, Божие отмщение, яви себя. Восстань, судья земли, воздай возмездие гордым. Доколе, Господи, нечестивые торжествовать будут. Они изрыгают дерзкие речи, величаются вседелающие беззакония, попирают народ Твой, Господи, угнетают наследие Твое. Вдову и пришельца убивают, и сирот умерщвляют. И говорят, не увидит Господь, и не узнает Бога Яковлю. Образумьтесь, бессмысленные люди, когда вы будете умны, невежды. Бессмысленные люди, насадившие ухо, не услышит ли, и образовавшие глаз, не увидит ли. В разумляющие народы неужели не обречит тот, кто учит человека разумению? Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма. Ибо не отринет Господь народа своего, и не оставит наследие своего. Ибо суд возвратится к правде, и за ним последует все правое сердце. Кто восстанет за меня против злодеев? Кто станет за меня против делающих беззаконие? Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил, колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моем, утешение Твои услаждает душу мою. Станет ли близ тебя седалище губителей, умышляющих насилие вопреки закону? Толпою стремляются они на душу праведника и осуждают кровь неповинную. Но Господь защита моя, и Бог мой, твердыня убежища моего, и обратит на них беззаконие их, и злодейством их истребит их. Истребит их Господь Бог наш. Аллилуйя! Три тысячи лет живут эти слова, предупреждающие человека приготовиться к встрече Господа. Ибо близко время, и мировая история заканчивается. Где мы будем на суде Божьем, когда горы и холмы содрогнутся, и моря не будет? Аллилуйя! Прости нас, Господи, прости и помилуй. Мы просим Тебя, Владыка, пошли добрых благовестников, пошли к христианам-язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И всем я велик Твоей, любви Твоей. Аллилуйя! Ты умер за всех, Христос Спаситель. Ты простираешь руки с креста, желая обнять падших, отвергнутых, не познавших Тебя. Аллилуйя! Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавший меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Любовь Твоя докоснется сердца каждого человека. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Аллилуйя! Боже, не пройди мимо этого народа. Господи, коснись сердца людей в России. Боже всемогущий, коснись сердца правителей, устраши их страхом Твоим великим. Коснись их сердца, дабы издавали мудрые законы и дали достойную жизнь человекам и сохрани их от покушения на них. Коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Эрдогена, Амана. Вложи новые песни в уста их. Дай им раскаяние Твое святое. Человек как безумный, как слепой ходит по земле, не видя красоты Твоей. О, Боже! Пробуди этот народ, собравшийся здесь для блуда, для разврата, для пьянства, для злоречия. Не дай им погибнуть. Возврати их к себе. Народ далеко ушел от Тебя, Господи, и правители не заботятся об этом, ибо все идет по предначертанному. Как сказано в Святой Библии, Аллилуйя, Ты верен в Слове Твоем. Нет иного Бога, кроме Тебя, Единый Вечный Спаситель Мира. Мы благодарим Тебя за прекрасное создание. Какой красотой это окружил человека и все покорил под ноги его. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне, и пресны, и во веки веков. Аминь! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Аллилуйя! Слово Твое не заглушит и шум морей и океанов. И Ты послал вестников своих, чтобы воздействили о скором пришествии Твоем. И все гордое понизится. Будет вопль и рыдание, и стон на всю вселенную. Что сделал человек со своей бессмертной душою? Аллилуйя! Господи, покажи им свет Твой, Святой Православной Церкви. Приведи их к покаянию. Косни сердце патриарха, епископов, священников, паствы. Исполни их Духом Святым. Ибо кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Аллилуйя! Благослови и возвысь Церковь Православную, как невесту Твою, сияющую всеми огнями для всего мира. Аллилуйя! Хвала Тебе, Господи! Избави служителей от сребролюбия. От всего, что не славит Тебя, Господи, будь милостив к нам. Хвала Тебе! Аллилуйя!